На форте Константин накануне прошла выставка ретро-транспорта от первых моделей Жигулей и Запорожцев до правительственных Зилов и Чаек. В фестивале приняли участие более 200 экспонатов. Но причем все они на ходу. Постарались восстать атмосферу 70-х-80-х годов прошлого века. Пустители могли выпить газировки из автоматов за 3 копейки, сыграть на игровых автоматах за 15 копеек. Особенно привлекал внимание троллейбус 1936 года. Он деревянный, но весом 9 тонн. Именно эта модель дала начало троллейбусному движению в Ленинграде. И на территории бывшего Советского Союза ему нет аналогов. Ни одного более ЕТБ первого не сохранилось. Еще у нас в фондах музея стоит ЕТБ-2, они в основном виде. В Москве таких ЕТБ не сохранилось. О чем наши московские коллеги очень сожалеют и кусают локти, что не смогли сохранить у себя никакой ЕТБ. Среди автобусов экспонат номер один, конечно, знаменитая Маруся, сделанная во Львове в 70-х. Сегодня в России она такая единственная. Завершился фестиваль автопробегом ретроавтомобилей и ветеранов автобусов по Кронштадту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова